В 2014 году борьба за свободу и справедливость Донбасса объединила не только русский народ, но и самых разных людей со всего мира. Многие из них и сегодня остаются связанными общей судьбой. Вот только судьба эта зачастую бывает несправедливой. Три с половиной месяца в плену украинских фашистов находится бразильский доброволец Рафаэль Лосвархи. Родился Рафаэль 14 ноября 1984 года в Бразилии. В 18 лет вступил во французский иностранный легион. На Донбассе Рафаэль служил в батальоне «Призрак» у Алексея Мозгового. Сражался в Дебальцево, защищал Донецкий аэропорт. В апреле 2015 года был ранен. 6 октября 2016 года Рафаэль был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту Киева. Самолет, на котором летел ополченец, был посажен по требованию СБУ. Когда Рафаэля в качестве устрашения перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве, он стал подвергаться жестокому и систематическому давлению со стороны местных криминальных авторитетов. При полном попустительстве и даже одобрении руководства. Бразильские власти совершенно равнодушны к судьбе своего соотечественника. Обращения в посольство как в Киеве, так и в Москве до сих пор остаются без ответа. 30 января украинский суд вынес Рафаэлю Лусвархе приговор. 13 лет лишения свободы. Очевидно, что вытащить бразильского добровольца из украинской тюрьмы в скором времени не получится. Его незавидное положение усугубляется абсолютным безразличием к его судьбе бразильских дипломатов в Киеве и Москве. Но украинское правосудие и вовсе не стоит уповать. Единственное благо, что за его дело взялся адвокат Валентин Рыбин, который не раз помогал освободить российских граждан из тюрем Украины. Мы обращаемся ко всем международным правозащитникам, представителям миссии ОБСЕ и Международного Красного Креста с просьбой приложить максимум усилий для сохранения жизни политического заключенного на территории Украины, гражданина Бразилии, в соответствии со всеми имеющимися международными конвенциями, нормами и договорами по части нарушения прав человека. Рафаэль Лусвархе, мы с тобой. Посмотрим, что происходит по другую сторону линии фронта, в Новороссии. В Новороссии несколько тысяч русских людей, многие из них граждане России, также находятся в заключении. Кто-то, безусловно, несет наказание за совершенные преступления, но большинство боевых командиров, ополченцев и казаков сидит под надуманным обвинением. Например, за ношение оружия, либо вообще без предъявления конкретных обвинений. Среди них много добровольцев первой волны. Вина их, если она вообще есть, заключается по большей части в том, что они оказались не в том месте и не в то время. Прекращение этого беспредела, возвращение народных республик в правовое поле, на наш взгляд, не менее важно, чем решение проблемы военнопленных и политзаключенных на Украине. Спасибо. С вами была программа «Своих не бросаем» и я, Анастасия Михайловская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова